Тему я несколько конкретизировала. Тогда меня будет интересовать образ рассказчика, как он представлен в эстонских переводах романа Достоевского «Братья Карамазовы». В качестве вступления хочу сказать, что Достоевского стали переводить в Эстонию достаточно поздно, в десятые годы XX века. И то с экспериментальной целью, чтобы внедрять через перевод эти новые эстонские слова. В первый раз «Преступление и наказание» было переведено нашим классиком Антоном Ханзеном «Тамсары». Это 1929 год и, наконец, в 1930-е годы уже складывается такое особое отношение к тем русским писателям, которые будут считаться классиками мировой литературы. И во второй половине 1930-х издается 15-томное собрание сочинений Достоевского. И, в частности, «Братья Карамазовы» были переведены в трёх томах. То есть, текст представлен в переводе. И последний дом вышел в 1940 году, кажется, непосредственно до входа советских войск. Теперь я в своём докладе больше буду обращать внимание на передачу оригинала. И, соответственно, скажу сейчас о такой особой теме в исследованиях о Достоевском. Это так называемые лишние слова в повествовании рассказчикам. В исследованиях о поэтике Достоевского неоднократно обращалось внимание на особый характер стиля и тону повествователя-рассказчика его романов и повестей. Михаил Бахтин указал, что слово рассказчика постоянно двоится между двумя крайностями – сухоосведомительным протокольным словом и изображающим словом героя. И, соответственно, я немножко только прочитаю вслух, потому что время нужно беречь. Между этими двумя пределами слово рассказчика движется в каждом романе. Влияние этих двух пределов наглядно раскрывается даже в названии глав. И дальше идут уже конкретные примеры из братьев Карамазовых. Глава 4 второй книги «Зачем живёт человек?» Глава 2-я первой книги первого сына «Сопровадил» в стиле Фёдора Павловича. Глава 1-я первой книги Фёдор Павловича Карамазов. Осведомительное название. Ну и так далее. Пока ещё не ясно. Литературно-условное название. Оглавление братьев Карамазовым заключает в себе как микропост всё многообразие входящих в роман, тону и стиле. И, соответственно, перед переводчиками на любой язык стоят очень сложные задачи, которые переводчики, каждый переводчик решает по своему нойму. Теперь исследователи, которые развивали или учитывали теоретическую концепцию Бахтина, в свою очередь отметили, что такой неустойчивый и колеблющийся стиль рассказчика ограничит с нелитературным повествованием или прямо им является. Среди романов Достоевского, созданных после каторжи на период, особую переходную ступень, по мнению Туниманова, представляет «Идиот», где повествователь превращается в самостоятельного персонажа. В последних трёх романах автономность рассказчика ещё больше усиливается, а его речевое поведение отличается от речевых характеристик персонажа. Подобная эволюция нарративной стратегии у Достоевского связана с его стремлением опосредованно влиять на читателя. Описывалось и анализировалось также небрежение словом писателя как осознанный приём, который реализуется на разных уровнях повествования, в структуре композиции, синтаксисе, лексическом ряду, патологических оборотов и в агроматизмах. Как писал Дмитрий Сергеевич Лихачёв, Достоевский выставляет на показ перечитателям недоработанность стиля, как бы импровизированность своего изложения и вместе с тем не скрывает поисков общей и высшей точности. Он обнажает конструкцию и кулисную технику. По мысли автора монографии о романе «Братья Карамазовы» Ветловская, спотыкающаяся речь рассказчика, имеет важную семантическую функцию, связанную с привлечением внимания читателя к некоторым лексиуму или выражениям. И пишет Ветловская, слово в неловких фразах или сочетаниях обладает всеми преимущественными словами грамматически неправильной конструкции. И далее заключение. И рассказчики автор воспринимают изображаемое, как становящееся незавершенное. Все явления как бы не завершены, незавершены идеи, незавершён рассказ. Всё находится в становлении, поэтому не установлено, отнюдь не статично. Жизненное явление выступает из некой неизвестности рембрандтовской темноты и полутеней. Следует добавить, что и сам интенсионно-ритмический рисунок повествования рассказчика не отличается постоянством. С одной стороны, стремление передавать объективные факты, протокольный стиль полутенов, выражается иногда в нейтральной, размеренной, ровной интонации. Неторопливый темп повествования рассказчика встречается в тех фрагментах романа, где он передаёт биографические факты из жизни героев или обращается к церковно-книжной речи. С другой стороны, сопереживая и сочувствуя своим героям, в первую очередь Алёше и Мите Карамазовым, рассказчик становится очень эмоциональным, и в таких случаях его голос может сливаться с голосами персонажей, а рядом повествования превращаться в динамичный, более динамичный, прерывистый, скачкообразный. Значит, я хочу кратко охарактеризовать и, насколько Леви позволяет проанализировать, речь провинциального рассказчика в двух эстонских переводах романов «Братья Карамазовы» и сделать попытку описать некоторые тенденции переводческой стратегии двух эстонских переводчиц. Первый перевод вышел в свет в 1939-1940 годах. Он выполнен Айте Курфельд, очень известной переводчице, которая также переводилась с испанского, французского языка и, соответственно, стал переводить «Братья Карамазовы». И, конечно, она очень талантлива. Второй перевод принадлежит уже современной переводчице. Она, кстати, недавно ушла из жизни, в 1917 году. Это «Вервия Крыма», которая очень много переводила русских классиков Тургенева, Толстого и Достоевского сначала Беса и потом последняя ее работа, собственно, вышла в 1915-16 годах. В переводе «Курфельд» мы видим буквальное исследование за структурой фразы или целого синтаксического периода Достоевского вплоть до сохранения порядка слов. Это может вызвать впечатление такого буквализма, дилетантского, переводческого дилетантства, дилетантизма. Но, как мне кажется, все-таки нельзя так оценивать перевод «Курфельд», поскольку здесь явно видно стремление ее копировать в синтаксисе, даже по инктуации Достоевского. И можно расценивать это как важную попытку воспроизведения на эстонском языке неустойчиво и спотыкающейся манеры повествования рассказчика «Братьев Карамазова». Как показала известный эстонский переводовед Анна Ланга, ориентация на план выражения исходного текста – это характерная тенденция эстонского художественного перевода в 30-е годы. И как Байта Курфельд, она вполне вписывается в этот ряд. И Анна Ланга пишет, что в конце 19 века мы наблюдаем транспонирующий, так называемый, передающий план содержания вольный перевод. То есть сюжет пересказывается и не обращается внимания на стиль. А в 30-е годы 20 века уже заметна тенденция перевода рекодирующего, да маркирующего план выражения и стремящегося к микростилистической точности. И обращаясь к сравнительному анализу перевода я сразу скажу, что здесь не характеризуется перевод во всем его объеме. Речь падает лишь о ключевых тенденциях в передаче повествования нестабильного рассказчика. Наблюдения и выводы носят предварительный характер, так как здесь подробно не рассматриваются контекстуальные параметры двух переводов, их зависимость от конкретных переводческих решений, от нормы перевода в 30-е годы, нормативные требования художественного перевода в начале 21-го года, вопросы редактирования и другие особенности, связанные с политическим, литературным, лингвистическим, интермедиальным и иными контекстами перевода. Все это предстоит сделать в ближайшем будущем, хотя надо сказать, что я буду время от времени обращаться к примерам, то есть не приводить их на это нет времени, но к примерам из отредактированного перевода Корфольд, который вышел в 2001 году, которым очень активно пользуются наши студенты на лекциях по русской литературе. Значит, рассмотрим сначала перевод некоторых синтаксических конструкций, характерных для речи рассказчика, и сразу же можно ответить, что одной из важных особенностей синтаксиса рассказчика является его пристрастие к причастным оборотам, которые часто имеют сложные семантические функции. Перенасыщенность фрагмента причастием и причастным оборотам может свидетельствовать, что рассказчик Биоков акцентирует важные для него свойства психологического или нравственного группа персонажа. При этом возрастает эмоциональная взволнованность его и степень сопереживания героя. Синтаксическая структура предложения или периода, включающего такие вот обороты, становится неровной и как бы беспорядочной. В обоих переводах, и в переводе 30-х годов, и в переводе Крим, недавнем, причастные обороты зачастую трансформируются в определительные и предаточные предложения. И очевидно, что здесь мы имеем дело с сознательным сглаживанием неустойчивого повествования, превращением нелитературной речи в литературную. В кавычках нелитературную. Однако в тех эпизодах, которые имеют символическое или значение, или существенно в романе с точки зрения сюжета образования, Крим, вот современная переводчица, в отличие от предшественницы и ее редактора, уже тоже 21 века, она частично сохраняет следующее друг за другом причастие, как происходит, например, в переводе отрывка из главы. Третий сын Алёша рассказчик передаёт, как мать Алёша, молит Богородицу о защите своего сына, вводится один из ключевых мотивов романа, связанный со страданием извинных детей. Так выглядит переводчица Вирба Крим. Она была очень скромным человеком и почти не фотографировалась. Это фотография из фондов Эстонского филатурного музея. Вот, теперь другой важной чертой речи нестабильного рассказчика является обилие используемых им модальных слов, вот можно даже назвать, как раз именно, как бы, разумеете, может быть, действительно, уже даже и так далее. Они могут маркировать неуверенность рассказчика или уверенность, наоборот, в себе, некомпетентность в содержании излагаемых событий и одновременно стремление к предельной точности повествования. Вот редактированные версии перевода Курфельд, а также в переводе Крим, их количество последовательно уменьшается или же изменяется их противоречивый смысл, важное для Достоевского колебание модальностей. Однако в первом издании эстонской версии «Братьев Карамазовых» находим частые попытки переводчицы сохранить эту особенность речи рассказчика, как это происходит, например, в введении к роману от автора. Значит, от автора. Автор говорит, одно, пожалуй, довольно несомненно, это человек странный, даже чудак. И, соответственно, в переводе Курфельд 1939 года все эти слова сохраняются, и, соответственно, понятно, что она видит здесь некоторую особенность структуры текста, а не потому, что она просто буквально это копирует. Я не буду это зачитывать по-эстонски, потому что, кажется, это сейчас не нужно. У Достоевского уточняющие слова расположены в порядке градации, обычно, от неуверенного допущения выраженного вот здесь частицы «пожалуй» до полной уверенности представленной на речи несомненно. Здесь интересно, что в переводе к рим «пожалуй» заменяется на отсутствие отсутствующего в Достоевском наречия и «гатась», то есть «во всяком случае». И таким образом уверенность рассказчика в себе становится почти однозначной, то есть он будет сделать вывод и говорить, что вот во всяком случае человек странный, даже чудак. Как в случае с переводом причастных оборотов, к рим придерживается большей точности в тех фрагментах, которые сигнализируют о важных событиях или поворотах в развитии сюжета. Например, в отрывке детализирующем характер болезни Ивана. Рассказчик, конечно, не присутствовал при осмотре Ивана доктором и знает о нем чужих слов, поэтому ее сомнения в точности передаваемых сведений еще больше усиливаются. И словосочетанию «расстройство в мозгу» предшествует три уточняющих слова, которые акцентируют восприятие читателя диагноз врача. И, соответственно, этот цитат «доктор, выслушав и осмотрев его, заключил, что у него вроде даже как бы расстройство мозг и нисколько не удивился некоторому признанию, которое тот с отращением однако сделан. В переводе «крим» сохраняются все три лексема, но они даны не подряд, как у Достоевского, и тем не менее сохраняется важное для рассказчика интенсионное ударение на словосочетание «расстройство в мозгу». В первопечатной версии перевода Курфельд, благодаря буквальному исследованию текста оригинала сохраняются все смысловые составляющие предложения, то есть она сохраняет все три слова, значит, уточняющие слова. Разнообразную роль могут играть в речи рассказчика братьев Карамазовых лексические и корневые повторы. Это еще один из приемов Достоевского, создающих эффект нелитературной речи рассказчика. К примеру, во вступлении от автора повторы подчеркивают убежденность рассказчика в принятом решении, хотя сама формулировка звучит парадоксально. Теряясь в разрешении всех вопросов, решаю их обойти без всякого разрешения. Предшествующих фрагментов предисловия рассказчик колеблется в намерении говорить о жизни главного героя, так как не уверен в примечательности его Алексея Карамазова, однако находит оправдание в том, что задумывает повествование, когда странно было бы требовать от людей ясности, то есть это характеристика эпохи хаотической. И за выбором слов рассказчика кроется убеждение автора в нестабильности этого времени, в котором все живут. Корфальд оставляет только два повтора, третий решаясь менять синонимом, соответственно здесь нет храневых повторов в переводе, в переводе крим повторов нет вообще, это один из ярких примеров перевода приближающего неритературную речь рассказчика как литературной. Здесь понятно, что слова не повторяются. Особое место занимают в речи рассказчика диминутивные формы, а не то и дело возникают в выставании, однако резкое возрастание чистоты использования уменьшительных слов в некоторых фрагментах наставляет задуматься об их специальной роли. Обратимся к примерам, где уменьшительные формы связывают между собой героев, противопоставленных на других уровнях текста. Так Фёдор Павлович и старец Зосима представляют два противоположных полиса с точки зрения нравственности и религиозности, воплощая всем своим поведением в первом случае зло, а во втором добро. Описание внешности старца даётся в голове старый шут, то есть это читатель впервые встречается со старцем, но не здесь сквозь призму восприятие другого персонажа, Петра Александровича Милсова, персонажа, который оценивает Зосиму очень низко, отмечая его незначительность, неглубокость и заносчивость. По-видимому, Милсов ожидал, что духовное величие старца должно отобразиться в его внешности, однако, увидев «человечка» здесь уже в кавычках, до небольшого роста, с седенькими волосиками и тоненькими губами, оказался разочаровован. Как представляется, уменьшительные формы выступают здесь в двух разных функциях. Для Милсова небольшой рост старца ассоциируется с его внутренней незначительностью и диминутивы обретают пиоративный оттенок. Для рассказчика уменьшительные формы маркируют симпатию и жалость к старцу. Рассказчик в момент повествования помнит о том, что больной старец находился тогда накануне смерти, поэтому в его облике подчеркивается уменьшение телесности, ну или приближение к бестелесности, начавшийся переход в область чистого духа. Я не буду это зачитывать, у меня диск курсивом выделены диминутивы. Понятно, что их очень много, но в переводах и в одном, как в одном, так и в втором в общем нету диминутивов. Значит, это можно объяснить очень просто, что в основном языке вообще они используются гораздо реже, но понятно, что и Достоевские диминутивами пользуются не всегда, их частотность появляется там, где это нужно для какой-нибудь цели. Диминутивы появляются и при описании последних часов жизни Федорова Павловича, это глава в темноте, и рассказчика здесь воспроизводит точку зрения Мити, подглядывающего за Федором Павловичем, вот, но тем вниманием в крествовании чутливо слышен и голос самого Федорова Павловича, вот, можно вспомнить, как у него лежат деньги, да, в пакете там написано «Грушеньки, если захочет прийти», и потом приписано и «Цыпленочка». Предвкушая приход Грушеньки, Карамазов-старший выражает в диминутивных формах свой доходящий до слонострасти любовный восторг, вместе с тем рассказ включает в себя ту же интонацию сочувствия персонажу, как и во фрагментах, посвященных старцу Зосиме. Вся спаленка Федору Павловича, да, ширмочками китайскими, как он их называл, нас ширмой, за ширмой Грушенька, значит, и сам он был в новом полосатом шелковом халатике, которого никогда еще не видал у него Митя. Ну, здесь есть еще много примеров, но мне уже скоро нужно заканчивать. Из обоих переводов исчезают все, если не считать имени героини, диминутивы и присущие этому фрагменту многоголосия. Форма спаленка встречается и в голове купец Самсонов. Вокруг этого персонажа происходит знаковое сужение пространства во время серьезной болезни, безусловно, приближающей его к смерти. Этот герой, в отличие от Зосимы, этот, да, помнит о величии своего социального семейного финансового статуса. Это богатый купец и голова семьи, а вынужденное заточение в спаленку воспринимают как унижение. Отсюда противопоставление маленькой спаленке, почти как у Бока, и огромных помещений в доме купца, дожидающийся Самсонов и Митя сидит на стульчике, то есть как бы уменьшается в размерах в огромных купеческих хоромах. Рассказчик сочувствует этому в целом не симпатичному ему, но тяжелобольному герою. Вот он пишет «Больной старик жался лишь в одной комнатке и встание в маленькой спаленке вводит в целом несвойственную речь рассказчика о литерации». В переводах деминутивы не передаются и, соответственно, три столь разных персонажа не сближаются на ассоциативном внутритекстовом уровне, в то время как не только для рассказчика, но и для самого Достоевского подобная близость существует. Так, например, Алеша любит своего отца, не считая его злым, а старость Зосима убеждает Карамазова-старшего не лгать самому себе, подразумевая, что и у Федора Павловича, как у любого, даже самого падшего человека есть возможность духовного возрождения. В романе есть фрагменты, где Достоевский обращается к стихам поэтов XIX века Лермонтова Тютчева, Павловского, Феда и других, и здесь особенно ясно проступает условность фигуры провинциального рассказчика. Повествование становится отчетливо литературным, оно лишено оговорок и грамматизмов, лишних слов, диссонансов в туфоническом уровне и превращается в стилистически однородное тяготея к высокому книжно-поэтическому строю. Это отрывок из главы Кана Галилейская, где описывается переворот в душе Алёши после приснившегося ему свадебного пира и фрагмент безусловно рассчитан на узнавание читателям оригинала реминисценции из стихотворения «Альер, но выхожу я на дорогу». Такого рода фрагменты наиболее близки в стилистическом плане к оригиналу в обоих переводах, несмотря на то, что в переводе практически невозможно передать иммунисценции. Итак, перевод Айте Корфальд это текст, доминанты которого является ориентация на план выражения оригинального произведения. В переводе точно передается порядок слов в предложении пунктуация модальные слова и их расстановку в тексте. Тем не менее, перевод на уровне микростилистики выражен у Корфальд непоследовательно. Переводчика стремится заменять функциональные повторы слов синонимами, трансформирует причастные обороты в предаточные предложения о причастии в глагольной форме третьего лица. В ряде случаев Корфальд пропускает слововое сочетание, и, как я попыталась показать, ну, кажется, в этом докладе уже не очень это прозвучало, но в процессе редактирования текст Корфальд претерпел довольно существенные изменения, и редактор стремился в стилистически корректно скваженной правильной речи, иногда весьма далекой от стилистики оригинала. Я говорю об переиздании перевода Корфальд в 2001 году. Перевод Крим представляет собой гораздо более сложную структуру. Предварительно можно отметить, что она ориентируется одновременно на план содержания исходного текста, то есть она лексически очень точна, лексико-семантическая точность ее интересует, и на план выражения перевода, также и точность перевода плана выражения оригинала зависит для нее от смысловой важности переводимых элементов в структуре романа. Как Корфальд, так и Крим не пытаются передать уменьшительные слова в представлении рассказчика, как мало характерны для эстонского языка грамматические формы. Ориентируясь на план выражения перевода, Крим продолжает традицию собственных переводов второй половины XX века из русской литературы. Выбор плана выражения целевого текста в качестве доминанта был характерен и для многих других переводчиков советского времени. Здесь я ссылаюсь на монографию Анны Ланга, которая анализировала очень хорошо и глубоко некоторые переводы как в 30-х годах, так и конца XIX века. И особенно, конечно, останавливаясь на советском периоде и сглаженность стиля в переводах объясняется здесь при помощи цитаты из высказывания редактора библиотеки издания Львань Гурама Тукову, который в общем очень так жестко сказал, что перевод должен производить такое впечатление, будто произведение написано на эстонском языке, поскольку нашей целью не является обогащение эстонского языка венгерскими, русскими, испанскими и другими исконными элементами. Ле, я хотела спросить, очень часто от качества перевода зависит судьба книги. Я, например, знаю, что перевод Пелевина или Акунина на венгерский язык был один переводчик, которого никто не читал, а потом появился другой, и это стало просто бестселлером. А вот что можно сказать в этом смысле, как это связано с популярностью у читателя, вот эти два разные типа переводов вообще, связано ли это как-то с восприятием этих текстов? Значит, да, спасибо за вопрос, на самом деле очень хороший. У нас практически нет литературно-критических анализов, их просто нету, да, это касается и 30-х годов, и отчасти советского времени, когда все-таки какие-то критические статьи выходили, да, но такая ситуация продолжается и сейчас, и она, я бы сказала, касается, наверное, даже больше переводов с русского языка, потому что вот тенденция была очень четко обозначена, да, и даже видно, что вот современные переводчики, которые уже живут не в советское время, они в принципе придерживаются ну той же доминанты при переводе. Вот, а что касается читателей, то студенты наши, да, которых я наблюдаю уже в течение, не знаю, двух десятилетий, или даже больше страшно сказать, да, они пользуются обоими переводами и руководствуются принципом, что в библиотеке есть. И когда уже только обращаешь внимание, что все-таки перевод Крем более точный, да, то тогда они обращаются и к этому переводу тоже. А вообще приходится ведь работать, да, на лекциях, там, в семинарах, когда анализируют тексты Стоевского. В принципе, мы, конечно, не говорим о сдвигов в переводе, а говорим о тексте Стоевского. Скажите, пожалуйста, вот последние 30-40 лет эстонский театр включал свой репертуар Стоевского или не включал? И вопрос на какой перевод был выбран постановщикам? Это сложный вопрос. Значит, последняя постановка, которую я видела, это бьесы, это было уже достаточно давно, не знаю, что ли, лет 5 даже или 6 в эстонском драматическом театре, и понятно, что это было полностью переработанный текст. Бьесы – это вообще предельно хаотические, да, это было переработано, было написано некоторый сценарий, что ли, для постановки самим режиссёром, вот, и они этим руководствовались. Что-то ещё сейчас вот не могу помнить, но Достоевский это всегда автор очень важный, можно даже назвать для эстонского читателя и зрителя театрального автор канонический, и вот я сейчас тоже в очередной раз читаю курс Полостоевского по-эстонски, нас немного, допустим, человек 15, они по выбору приходят, необязательный предмет, то есть со всего университета, и они все читают, и для них это всё очень важно, и даже рассказывают о своих ощущениях, которые возникают при чтении текста. Читать. Спасибо. Ле, вы сами сказали бесы, и я не могу не задать ещё один вопрос. Меня интересуют вот те поэтические эскапады капитана Лебяткина, они переданы переводчикам на эстонский язык? Беса переводила та же Вирвик Рим, поскольку она переводчика исключительного таланта, то, в общем, да, она всегда находит замены, вот, и, соответственно, ну, таракан упал в стакан тоже. Полное мухоедство. Да, но это нужно всегда особо объяснять, потому что это студентам непонятно, как бы, да, что это такое. Для Достоевского, ну, вы говорили о причастных оборотах, что для него очень важна разница между, например, осмотрев, там, сказал, и осмотрел, и сказал, там, врач, да, то есть нам это кажется, так сказать, свободными синонимами, ну, или какими-то там, ритмикауза выбирается. На самом деле Достоевский же, как бы, ну, в большой степени был человеком, начитанным, ну, допустим, в Библии, в той же самой, а в Библии это все растет из иврита, где осмотрел и сказал, это осмотрел и поэтому сказал, то есть вот это и означает очень часто следствие. В славянском переводе Библии, там, где нету каузации, там выбрали бесконечное количество причастей, депричастий. Собственно, все русские причастия, кроме там, депричастия, они на самом деле славянизмы. И возможно, что Достоевский к этому внимательно относился, вот интересно, опять же, что вы об этом думаете, я не требую ответа, это я так, ну, просто закладка бомбы. Спасибо, вы, безусловно, правы, я хочу две вещи сказать, во-первых, я не занимаюсь Достоевским, никогда не занималась, я просто курсы о нем читаю, вот, а перевод, это, собственно, ну, тема такая была. А что касается, вот, действительно, очень такой интересной речи и повествователь, рассказчиков Достоевского, то в принципе об этом, ну, вот писал уже в свое время Петр Бицелли, да, вот об этих лишних словах в статье «Вопрос о внутренней форме» романа Достоевского, и, в общем, на этом останавливается и Вера Ветловская, ну, и Лихачев, которую я цитировала, тоже, вот, на такую особость речи указывал. Да, я с вашим замечанием согласна, и, конечно, можно его передрассовать существующим и будущим исследователем Достоевским. Спасибо.